Глава шестнадцатая Аврам послушался слов Сары и взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачела. Увидев же, что зачела, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Авраму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачела, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. Аврам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел-господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. И сказал ей, ангел-господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел-господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем, ты, Бог, видящий меня. Ибо, сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр-лахай-раи. Он находится между Кадисом и между Боредом. Агарь родила Авраму сына, и нарек Аврам имя сыну своему, рожденному от Агарии, Измаил. Аврам был 86 лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.